МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В Казахстане сегодня работают примерно 200 музеев. Это музеи искусства, истории, археологии, дома-музеи известных людей. Однако специалисты убеждены, что такого количества музеев для нашей страны явно недостаточно. Впрочем, сегодня мы поговорим не о количестве, а о качестве музейных экспозиций. Идут ли наши музеи в ногу с новыми технологиями? И каким он должен быть? Музей 21 века. Приглашаю в студию первых экспертов. Встречайте! Галия Файзулина, научно-секретарь музея-заповедника ИСИК и магистрант Сергей Чистяков. Прежде чем начать беседу с нашими экспертами, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет о том, какую роль играют современные технологии в наших музеях. Давайте посмотрим. В историко-культурном заповеднике музея ИСИК демонстрируются памятники раннего железного века, относящиеся к культуре сакских племен, а также образцы петроглифов. А вот этот вот так называемый сенсорный киоск, и вот программа, которая закачана в этот сенсорный киоск, дает возможность не только школьникам, но и, скажем, взрослому поколению. Кроме того, вот видим на английском языке представлен у нас материал. То есть выбирают язык даже иностранцы. То есть иностранные посетители имеют возможность ознакомиться с искусством САКов. Государственный музей искусств имени Костеева весьма серьезно ориентирован на освоение новых технологий. В музее уже опробирована такая форма работы, как QR-код. Каждая работа сопровождается второй этикеткой с изображением этого известного графического знака. Мы заходим в специальную программу и наводим смартфон на графический значок QR-кода и делаем клик. После чего соединение с интернетом позволяет нам и выдает полную текстовую информацию об этом экспонате. Серия оживших полотен представлена на большом ледокрайне, который встречает зрителей непосредственно перед входом в музейное пространство. Мы выбирали композиции, которые включают какие-то динамичные элементы. И на глазах зрителя происходит оживление картин, когда парусник начинает постепенно приближаться к краю полотна, когда бегут по небу облака или мчится по дороге всадник. Мультимедийная выставка вставит своей задачей передать сложный формат изобразительного искусства как можно большему числу людей. Мы создаем эффект 360 градусов, большая панорама, красивая музыка, динамика, анимация. Формат мультимедия – это не просто воспроизведение картин на экране. Это создание настоящей атмосферы искусства, художественной среды. Сейчас в галерее проходит выставка «Время Дали». Тут еще есть хроника, хроника прямо самого Дали и его жизни. Тут есть инсталляции, тут есть входная группа для селфи, где можно приобщиться, почувствовать себя немножко Дали и немножко настроиться на эту волну, волну игры, ну и как бы легкомыслия и абсурда, если хотите. Этот краткий обзор показал, что новые технологии внедряются в музейную жизнь нашей страны. Но насколько это активный процесс? Или в нем участвуют всего лишь несколько передовых музеев? Галеря, вопрос к вам. Как обстоят дела с новыми технологиями в основной массе казахстанских музеев? Сейчас активно во всех музеях стараются применять их. Прямо активно, да? Активно, но я просто хотела сказать, что в разной мере. То есть все стараются, но вот разная мера этого применения. Например, самый такой вот технологичный музей, который органично и подлинные предметы, и вот использование новых технологий, это наш музей в Алматы, это музей музыкальных инструментов. То есть он последний из музеев, который пережил реконструкцию. И там активно используются как раз новые технологии. Ну вот для меня, как специалиста музейного, для большинства всех новые технологии, это использование именно как раз технических вещей. А для меня новые технологии, это не только использование техники, а новый подход в презентации материала музея. То есть создание каких-то экспозиций, например, вот у нас, для нас, наверное, для музеев Казахстана новые технологии будут, это кураторские выставки, например, краеведческих музеев. То есть их практически нет, и они как бы должны быть. Потом использование интерактива, новая технология, это участие зрителей, не общение с каким-то, только с компьютером, с сенсорным киоском, с голограммой, но и еще общение с предметами, новоделами, которые, зритель, с которыми общаюсь, посетитель, он понимает, что, как они работают, как они действуют, так называемый интерактив. Но вот интерактив, как технология, она у нас тоже внедряется, то есть для меня новые технологии, это не совсем использование техники, скажем так. То есть не обязательно привлекать электронику, для того, чтобы разработать и внедрить новые технологии. Да, новые технологии, это новый подход общения с аудиторией, скажем так. Вот отсюда вопрос Сергею. Сергей, одно время вы работали экскурсовода. Да, некоторое время было, в цивилизмские годы. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня отвечает профессия экскурсовода с велением времени? Наверное, хорошо, потому что людям всегда интереснее, чтобы им кто-то рассказывал, кто-то что-то показывал, кто-то им наводил, подсказывал, развлекал их, уводил от чего-то скучного, приводил к чему-то интересному. Мне кажется, что экскурсовод и экскурсовод, особенно в музеях, это очень важная часть, которая может привлечь людей к интересу. Это может быть музей, который не обладает какими-то новыми интерактивными электронными технологиями, но хороший экскурсовод может привлечь интерес людей и сделать так, чтобы люди вспоминали то, что они видели в музее с удовольствием. Хотя, может быть, с другой стороны, будет вспоминать экскурсовода, не то, что видели в музее, потому что экскурсовод был таким, более запоминающимся. Но я считаю, что экскурсовод это очень большая часть того, что важно для музея, для людей. То есть, насколько я понимаю, если хороший экскурсовод, то новые технологии можно не внедрять, да? Нет. Ну, опять же, я согласен с тем, что новые технологии, это не всегда электроника. Но мне очень люблю Исыкский музей золотого человека, мне очень нравится, я в нем неоднократно бывал. Это музей довольно специфических, на самом деле, вещей. И без экскурсовода там нельзя. Там есть свое, что-то хай-тек, там есть что-то новое, что можно поддержать в руках экспонаты, всякие находки, но без экскурсовода это очень сложно понять. И так получилось, что я был с разными экскурсоводами на одной и той же там экспозиции. Могу сказать, что экскурсовод это очень важно, даже для современного музея. Давайте выясним, как часто наши люди входят в музеи. Мы спросили прохожих, когда вы последний раз были в музее. И вот, что они нам ответили. Когда я была в лагере в эти меры. Где-то год назад. Да, последний раз был в музее, наверное, года 3 или 4 назад. На прошлой неделе. Месяц назад, по-моему. Последний раз я был месяца 2 назад. Я в последний раз была в музее, в национальном музее в этом Алма-Ате в декабре была. Что ж, вопрос показывает, что наши сограждане охотно посещают музеи. А меня, я хочу спросить у нашей аудитории, часто ли вы посещаете музей, дорогие друзья? Так как мы Национальная Академия Искусств, и у нас каждый год есть музейная практика, и мы должны посещать музеи все. Ну, это музей Костеева, центральный музей. Поэтому у нас по программе мы должны приобщаться к искусству. По программе, да? А меня интересует, кто по зову сердца посещает музей. Есть ли такие? Да, пожалуйста. Олег Белов, известный музыкант, журналист, блогер, бард. Я сразу все карты открою. И проходимец по музеям. Я, на самом деле, стараюсь посещать музеи при любом удобном случае, потому что часто это концентрированная культура той местности, в которую ты попадаешь. И это очень быстрый способ познакомиться с этим. Но я бы хотел вот с Сергеем поспорить. Он говорит, что обязательно нужен экскурсовод. Ну, это вообще, конечно, общая такая известная дилемма. Нужно ли работать экскурсоводу в музее? Вот, на самом деле, Сальвадор Дали построил музей сам. Он является непростым художником, но он его построил сам. И поставил такое правило, чтобы в его музее не было экскурсоводов. То есть, там, в начале музея, там, вот, это в Каталонии находится, в начале музея аттракционы. То есть, без всяких экранов это выглядит очень технологично, вот о чем вы говорите. А потом уже где-то на верхних этажах серьезное искусство, античная живопись, ну, вернее, то есть, уже такие классические формы. И вот у меня вопрос к Сергею. На самом деле, не все выполняют вот этот завет Сальвадора Дали, и некоторые экскурсоводы, которые вводят туда туристов, они ведут экскурсию и начинают объяснять, что хотел сказать Дали. Хотя он запрещал это. Вот вы, если привели бы группу в музей Сальвадора Дали, вы бы стали работать экскурсоводом, либо предоставили свободу своим гостям. Если честно, я очень не люблю Сальвадора Дали. Экскурсовод это не вождь, который ведет всех за собой, а это именно проводник, который тебе рассказывает что-то такое интересное, что-то на что-то тебе может указать. И действительно, тут дело, наверное, вкуса. Кто-то хочет с экскурсоводами ходить, кто-то не хочет. Насколько интересны и оригинальные музейные выставки и экспозиции? Продолжим разговор с нашими следующими гостями. Встречайте! В студии золотой середины ученый-секретарь Государственного музея искусств Кивни Костеева Катерина Резникова и организатор мультимедийной галереи Сауле Иманович. Давайте посмотрим обзорный сюжет, который расскажет о нескольких необычных музейных экспозициях разных стран мира. Музей Бойманса Ван Бёнингена Художественный музей в Роттердаме Один из крупнейших в Нидерландах В музее дизайна Куперхьюитт в Нью-Йорке есть гаджет в форме черной ручки. Если поднести его к образцу обоев на витрине, то вы окажетесь в виртуальном интерьере иной эпохи. В 2014 году Британский музей в Лондоне превратил Ночь в музее в виртуальную игру «Секрет гробницы». Победителю игры выпал уникальный шанс провести ночь в египетском зале музея. В Шведском музее Средиземноморья в 2013 году был реализован проект по оживлению древних египетских мумий при помощи 3D-технологий. В музеях мира, как мы видим, используются самые разные технологии. У меня вопрос к вам, Катерина. Какие интересные экспозиции вы видели в разных музеях мира и что бы хотелось внедрить в наших казахстанских музеях? Дело в том, что музеи существуют самые разнообразные. И вот как раз этот небольшой сюжет показал, насколько разнообразной может быть музейная экспозиция и вообще форматы общения и взаимодействия со зрителями. Но поскольку мы говорим все-таки, я на примере нашего музея говорю именно о формате классического музея, где в центре арт-объект и уже, соответственно, зритель, приходящий в музей, непосредственно взаимодействует с ним, как раз классический и большинство музеев, я думаю, традиционных существует и работают именно по такому общепринятому формату. То, что музеи современные стремятся внедрять цифровые технологии или какие-то новейшие технические новинки, это, с одной стороны, стремление идти в ногу со временем и, я думаю, вторая мотивация или причина этому это попытка действительно больше взаимодействовать со зрителем, обращаться к нему, особенно, если мы говорим о зрителе молодого поколения, потому что современная молодежь это, прежде всего, поколение техногенное, поколение цифровое, которое не мыслит в своей жизни без смартфонов, компьютеров и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот что конкретное вы хотели бы внедрить в наши музеи казахстанские, вот что вам особенно понравилось, что подошло бы нам для популяризации музеев? АПЛОДИСМЕНТЫ Если мы говорим опять о музее Костеева, как о старейшей художественной коллекции, которую вот в прошлом году как раз мы отметили свое 80-летие, мы внедряем новейшие технологии и стремимся идти в ногу со временем, но я считаю, что все-таки наша коллекция это главная гордость, и вот артефакт несет в себе тот энергетический, информационный и социально значимый посыл, который является главной целью. И, в общем-то, музей, пропагандируя и продвигая свою основную социальную функцию, прежде всего, презентует именно живой арт-объект, и в этом его основная ценность. Другое дело, что... Завершу праздник. Другое дело, что новейшие технологии помогают нам пропагандировать или в новом свете представлять эти же самые артефакты. Спасибо. Сауле, в работе вашей галереи вы объединяете и развлекательную, и образовательную миссии. Скажите, как вы находите темы для ваших выставок? Мы всегда опрашиваем наших потребителей, наших посетителей, какие темы интересны. И выбор темы это всегда коллективная, командная работа, потому что все должно... А все хорошее случается благодаря идее, которая движет и зажигает и вдохновляет. Истина рождается в споре. В том числе нашу команду. Спасибо. Катерина, скажите, пожалуйста, кто сегодня ходит в музеи? Не секрет, что очень часто приводят школьников, студентов, но по необходимости, потому что это нужно. Но чаще всего это, как правило, гости города, это образовательные, учебные заведения, как школы, так и высшие и средние учебные заведения. Ну и очень ценят и любят музей представители старшего поколения. Мне кажется, что они, им была в большей степени привита необходимость, потребность, осознание, желание, осознанное желание посетить музей, посещать музей. И, в общем, это такая основная категория. В целом же, в работе музея мы стремимся охватывать самые разнообразные сегменты и группы зрительской аудитории и работать с каждой в отдельности и со всеми вместе. Но попозже расскажете, как вы охватываете эти сегменты. Что ж, продолжим тему актуальности музеев в современной жизни. Приглашаю в студию третью пару экспертов. Встречайте, искусствовед Ольга Батурина и заместитель директора по развитию музея истории Алматы Тимур Жуманов. Мы спросили нескольких прохожих, в какой музей вам бы хотелось пойти? Каких музеев не хватает в Казахстане? Давайте узнаем, что они нам ответили. В Костеево. В музее Прада. Туда мы не доехали. В археологический музей. Больше музеев современного искусства будет. Надеюсь, в будущем у нас будет такая возможность посетить музей, где мы сможем увидеть прям оригинальные холсты и насладиться этим. Я хотел на все музеи пойти, потому что мне нравится искусство. Сегодня у нас в гостях Мадина Байбурина, директор инновационного музея. Мадина, я знаю, что вместе с вашими подопечными, с вашими студентами вы организовали студенческий музей. Как пришла вам в голову эта идея? Большое спасибо за вопрос. Инновационный музей Алма-Ю, это Алматы менеджмент университет, бывший МАП, это экспериментальный проект, музей, который является визитной карточкой университета, и основными посетителями являются сами студенты, будучи абитуриентами, они знакомятся с историей университета, а также гости и партнеры университета. Ежегодно мы принимаем около тысячи посетителей, надеемся, что со временем это число будет расти. В первую очередь инновационность музея заключается не в том, что музей отказался от традиционного формата музеев, мы отказались от экспонатов. Инновационность музея заключается в новой подаче истории университета. Мы активно используем мультимедиа, аудиовизуальную продукцию, и тем самым привлекаем интерес студентов к музею, а далее и к истории университета. Наши студенты активно участвуют в создании музея, они создают контент, например, проект дополненной реальности. Это студенческий проект, который помогает студентам рассказать об истории своими словами, и любой арт-объект в музее при наведении мобильного устройства оживляет историю нашего университета. Также активно студенты участвуют в проекте музея книга памяти героев Алмаю. Это воспоминания бабушек и дедушек, участвовавших в Великой Отечественной войне. В целом, студенты по опросам поддерживают формат музея, они считают, что такой формат музея в стенах университета достаточно интересен и актуален. Вообще очень интересная идея музей ВУЗа. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, я опять обращаюсь к нашей аудитории, какой музей хотели бы вы открыть? На мой взгляд, не хватает литературных музеев. Музей Булгакова, например, в Москве потрясающий. Можно позвонить любому герою, набрав номер. Можно увидеть кота бегемота, которого с помощью специального кастинга выбирали. И при этом этот музей находится в плохой квартире, то есть в легендарной коммуналке. В нехорошей квартире. В нехорошей квартире, где в коммуналке жил, собственно, сам Булгаков. И ты видишь, откуда рождались эти образы. То есть там очень много игрового. И вот мне кажется, Остап Бендер, на самом деле Ильф и Петров творили в Алмате. Они писали здесь филитоны. Золотой теленок, это вот золотой стык между Алматой и Талдыкурганом. И можно было бы целые маршруты делать. И очень много. Потом Виктор Цой. На самом деле я для своих друзей проводил маршрут по местам съемок фильма Иглы. И для них это было очень интересно. У нас же появился достаточно нейтральный памятник Битлз. Тоже очень хороший. Но как бы людей, которые реально жили и творили здесь, вот этого не хватает. Кто еще хотел бы... Да, пожалуйста. Какой музей хотели бы вы открыть? Мне тоже не хватает. Музей современного искусства в городе. Так как возможно они есть, но мы их плохо знаем. очень многие люди немного осуждают современное искусство. И мне кажется это от недостатка информации. Поэтому хотелось бы больше узнать современное искусство и чтобы у нас в городе была такая возможность. Ну а теперь давайте обратимся к нашим новым экспертам. Тимур, скажите, пожалуйста, будет ли расширяться музей истории Алматы? Во-первых, хочу сказать, что у нас сейчас идет объединение музеев города Алматы. Это в прошлом году было постановление и по этому постановлению мы объединились пять музеев. Это у нас мемориальные три музея. Это музей Димаша Ахмедовича Кунаева, музей Муканова и Мусрепова и музей Тлиндиева. И еще два музея. Это музей истории города Алматы и музей народных музыкальных инструментов имени Ахласа. Вот пять музеев мы работаем. А где они будут собраны? В каком месте? И все действующие музеи у нас просто это в административном плане всех соединили, а музеи они также остались. Они в центре города, в старом городе, в центре все недалеко расположены, очень удобно вместе. Во-вторых, если остановиться на музее истории города Алматы, то, как вы знаете, в этом году у нас принято на уровне ЮНЕСКО, что Алматы это город тысячелетней истории. Так что в этом году мы приняли такой документ и в этом году Алматы будет отмечать тысячелетие нашей истории. Потому что до этого мы же говорили, что основание берет 1854 года, но последние археологические находки, археологи, которые нам всегда показывают свои артефакты, они все доказывают, что в Алматы было тысячи лет назад и до этого сакского периода ночная здесь были очень много поселений. Как город ведет начало примерно тысячелетный период. То есть расширение все-таки предполагается? И еще один для наших музейщиков это очень хорошая новость. Как вы знаете, музей истории города Алматы, наверное, никто, в основном люди не знают, где расположен музей, потому что здание было очень неприспособлено к этому. С этого года на пересечении улицы Хабамбай-Батары и Наурс-Батары там есть памятник культуры Вернинский дом приюта. Вот это здание очень такое хорошее, историческое сейчас передают на этот музей. Ольга, скажите, пожалуйста, каких музеев не хватает у нас? Вот вы уже правильно сказали, что музеи очень разнообразны в мире, и они бывают маленькие, большие, бывают музеи варежки, например, бывают музеи воды, музеи одной картины, или даже музеи одного события. И чем больше музеев, тем лучше, конечно. Вот я удивилась, когда вы назвали цифру 200, что в нашей стране 200 музеев. Но боюсь, что в любом европейском городе 200 музеев. То есть это, конечно, совершенно недостаточное количество. На самом деле у нас большая часть музеев открыта государством. Они государственные, официальные, поэтому у них такой формат. А во всем мире музеи бывают разные, и очень часто они открываются людьми, потому что у каждого человека его квартира это музей его имени, правильно? Поэтому кто-то что-то коллекционирует и собирается в музей. Меня удивила история когда я услышала, что селевские немцы выселены со своей территории и скучающие по родине, вот они стали открывать такой музей в одной квартире, музей своей родины, где были сохранены какие-то дорогие им вещи, простые, где они могли пить чай, вести разговоры, но для них это был кусочек той утраченной территории, по которой они скучали, по которой они грустили. Единственное, что я хочу сказать, вы уже отметили, что в мире музеи это очень доходная область и ландшафтные парки, вернее, парки развлечений, которые сегодня существуют, это тоже музей и Диснейленд в какой-то мере тоже музей и на самом деле музей, если мы подумаем, сколько у него задач и функций, ну первое это сохранять, конечно, второе это развивать, но развивать сегодня можно только развлекая, поэтому развлекая, развивать, и этого надо не бояться, а наоборот надо к этому идти и тогда, ну я надеюсь, у нас тоже будет ситуация, как, например, в Италии или в Великобритании или в Испании, где именно музеи приносят основной доход государства, основной бюджет, они не просят бюджету государства, наоборот, они его зарабатывают сами. Для того, чтобы не истекал поток посетителей, музей постоянно инициирует либо новые проекты и делая ставку, например, на трендовые имена в современном арт-процессе, либо же как раз включаем какие-то элементы интерактивности, чтобы зритель мог постепенно снимать с себя вот эту пассивную роль зрителя, уже взаимодействуя непосредственно либо с произведением, либо с, ну в общем, различные новые форматы. И, кстати, вот по поводу, уже был затронут в начале разговор по поводу роли экскурсовода, мне хотелось тоже вот реплику по этому поводу свою озвучить, что мнение зрителей, которые приходили в музей и смотрели один и тот же экспозиционный материал с экскурсоводом и без него, это было два совершенно разных понимания или степени проникновения в материал, который представляет музей. Поэтому это тоже такой важный момент погружения, скажем так, в информационные или культурологические слои, которые уже презентуют музей. Спасибо, Катерина. Я предлагаю немножко нам отвлечься, ну не от нашей темы, а от этого вектора разговора и послушать, что думает по этому поводу поэт. Я имею в виду Олега Белова, который пообещал прочитать стихотворение о современных музеях, если я правильно тебя понял. Сейчас меняется восприятие и многие из моих знакомых выглядят сами как музейные экспонаты. Они проводят часы перед зеркалом, одевают себя. И вот я хочу прочитать небольшое веселое стихотворение на эту тему, которое называется «Гламуть». Белеет парень от Версачия, в Габана рядом чья-то тень, и не на ричи вновь маячит, и доль чьи века длится день, о ветер, ветер, ты мой Гуччи, карденый вал меня сковал, гламура де филе все круче, зачем нам этот карнавал, живем мы громких лейблов ради, но кризис, налетел злодей, и мы стоим в одних трусарде, на шумной ярмарке людей, на то ли деньги мы ковали, с налогами вели свой спор, чтоб все потратить на ковали, и капнуть кое-куда Диор, но если есть в Армане пачка, бери Шанель, пошли домой, я покажу тебе чудачка, модельный ряд, любимый мой, примерим все, товар не левый, в нем каждый экспонат судьба, костюм Адамы, платье Евы, вот наши бренды навсегда. Увы, в наших музеях редко бывает аншлаг, может быть это проблема поколения воспитанного на виртуальной реальности, а может быть проблема менеджмента, как заманить зрителя в музей, есть ли у нас музейная реклама, давайте посмотрим отрывок из популярного видеоролика на эту тему. КОНЕЦ КОНЕЦ Театрализованное представление Оживший ночной дозор было посвящено открытию после долгого ремонта Государственного музея Амстердама. Съемки ролика проходили в одном из торговых центров. Согласитесь, эта акция привлекла внимание сотен очевидцев и десятков тысяч зрителей ролика. А как наши музеи себя рекламируют? И нуждаются ли наши музеи в рекламе? Давайте спросим об этом у наших экспертов. Я хотела просто внести реплику что город Амстердам вообще удивительный город потому что в нем как только приезжаешь в аэропорт то через каждый метр тебе встречаются большие баннеры с изображением Ван Гога и Рембрандта. И ты сразу понимаешь что это такой главный бренд национальный главная гордость и даже если ты не попадаешь в сам город то транзитом проезжая через Амстердам ты все равно понимаешь где они родились где они жили и какое место они играют в культуре. Ну это Амстердам. Я вот хотел узнать о наших музеях. Наши музеи очень нуждаются в рекламе я думаю что у них нет возможностей в первую очередь финансовых потому что конечно невозможно сегодня музей так и будет локальным пока у него не будет настоящего современного менеджмента. Я вот с коллегой не соглашусь наверное есть такие моменты вот допустим ладно это хорошо мы рекламу делаем там соцсети это хорошо ладно но если человек он не подготовлен он для этого у него этого интереса не будет для этого а для этого надо что вот как мы говорили с детства надо не только мы им должны завлекать детей дети как-то мы каким-то способом должны даже насаждать культуру я не побоюсь сказать насаждать надо вот допустим у нас сейчас такой опыт мы проводим со школами с учителями именно семинары проводим по каждому району объясняем что какие есть преимущества да в музеях сейчас мы наравне с этим у нас сейчас вопрос поднимается вот музейного педагога нет у нас понимаете нету но раньше советское время оно было а в Петербурге допустим других странах это есть все допустим вот школы они нету такого культуры посещения музеев сделайте так чтобы это было интересно для ребенка 7-8 лет дайте ему поиграться с кольчугой дайте ему поиграться с копией мяча они будут рады счастливы и придут с восторгом то что у нас во многих музеях сейчас есть это академизм где ребенок пришел зевнул ушел и музей возненавидит на всю жизнь я не совсем согласна с Тимуром вот наш директор Гурмир Раиловна Мухтарова когда разговаривала с представителем местного акимата в городе Иссык он сказал давайте я дам приказ и все школьники к вам пойдут она сказала нет мы хотим чтобы к нам в музей ходили сами добровольно то есть вот это вот школьное принудительное посещение музея это на мой взгляд это не современный формат современный формат когда вот как сказал Сергей они идут сами и им интересно в музее то есть это вот новые технологии все говорили о рекламе государственного музея Костеева но нет рекламы государственного центрального нашего музея например я там была последний раз в 4 года и в 15 лет и знаете мне нет желания возвращаться туда потому что там нет инновации нет ничего нового там есть и старые экспонаты да там интересно туда можно посетить только 1-2 раза например взрослому человеку там не понравится или он скажет что он там был поэтому в наш государственный музей нужно развивать нужно рекламировать возможно даже какие-то там инновации включить даже там нету сенсорного путеводителя как есть в других различных музеях и хотелось бы чтобы государственный центральный музей развивался инновационно и какие-то небольшие рекламы были по городу вот лично меня всегда убивала эта фраза руками не трогать а так хочется потрогать в музее что-нибудь а теперь дорогие друзья я хотел бы предложить сыграть в интересную игру вы наверное обратили внимание на нашу импровизированную выставку вы видите здесь несколько экспонатов любезно предоставленных музеями давайте попробуем отгадать что это за предметы и какой именно музей их предоставил в игре участвуют наши зрители в студии победители получат памятные подарки итак кувшин подсказка кувшин из захоронения знатного человека итак ваш ответ это кувшин из Истинского кургана музей археологический а теперь слушайте правильный ответ правильно это экспонат из кургана Исык из личного сервиза золотого человека всего рядом с золотым человеком было найдено 31 предмет число дней в месяце экспонат из историко-культурного заповедника музея Исык но так как вы практически правильно все ответили за исключением того какой музей предоставил этот кувшин я думаю что ответ засчитаем как правильный получайте памятный подарок правильное название государственный историко-культурный заповедник музея Исык но люди нас знают как музей Алтын Адама то есть вы были правы спасибо спасибо ну давайте угадывать второй экспонат фигурка Барса какой музей предоставил нам этот экспонат я предполагаю что это центральный музей нашего города Алматы я дам подсказку символ Алматы снежный барс не стесняйтесь друзья мои активнее это ведь не экзамены я предполагаю что это музей история нашего города Алматы итак внимание правильный ответ эта фигурка была найдена в прошлом году при раскопках могильного кургана Коккайнар в Алатаусском районе города Алматы датируется ранним железным веком экспонат из музея истории города Алматы поздравляю вас с правильным ответом позвольте вручить победителю выдавшему правильный ответ набор путеводителей о музее Костеева спасибо я поздравляю вас а мы переходим к третьему экспонату пиджак с пришитыми стаканчиками подсказку дать? давай подсказка это копия так как оригинал который носил его создатель его создатель создателя этого пиджака до наших дней не дошел не сохранился да пожалуйста это пиджак Сальвадора Дали кажется мультимедийная галерея этот экспонат называется пиджак афродизиак его придумал как вы совершенно точно заметили Сальвадор Дали в этих стаканчиках в этих стаканчиках их всего 83 полагалось налить мятный ликер и положить мертвую муху экспонат предоставлен мультимедийной галереей абсолютно правильный и точный ответ я вас поздравляю получаете ваш памятный подарок спасибо большое за ваше познание и я приглашаю вас с вашей спутницей или в компании друзей похулиганить на выставке время Дали ждем вас в нашей галереи музеи квинтэссенция культуры человечества они бережно хранят историю цивилизации чтобы передать эти знания и драгоценные артефакты будущим поколениям современные музеи активно прибегают к мультимедиа технологиям чтобы привлечь новых посетителей хорошо это или плохо не превратятся ли музеи 21 века в очередное развлекательное шоу может быть не следует увлекаться новыми технологиями а лучше сохранить покой музейных экспонатов давайте проголосуем должны ли современные музеи хранить верность традициям или меняться кто убирает перемены отправляется направо а те кто считает что традиции важнее отправляются налево итак дорогие друзья начинаем наше голосование жизнь не стоит нахватить Музеи должны идти в ногу со временем и привлекать зрителей все новыми и новыми техническими новинками. Во всяком случае, так считают участники сегодняшней передачи. Программу вы можете посмотреть на сайте нашего телеканала. Продолжение разговора о музеях 21 века на страничке ток-шоу «Золотая середина» в социальной сети Facebook. До свидания, дорогие друзья. Продолжение следует...